Пять, четыре, три, два, один, слава. Сван. Если читать наоборот, не только большие буквы. Получится валь, получится валь. Язык Свана – это один из языков Лужьего Натвыти. Томас Стэрилд очень долго произносил его сопротивление перед унициалом, за что я получил прозвище ЦЦ. Вопрос номер 12. Он записал в своем дневнике, цитата, как фантастичен Вергилий. У него трое, будто бы сгорело за одну ночь. Понятно, Стэрилд. Мы не просим вас назвать его. Скажите, каким годом датирована эта дневниковая запись? Ребят. Ф***. Он горил за дверь. Ааа... 1812. Да, да, да. И... Моллер. Ооо, это так, никто не узнает. Надо притягивать за уши. В принципе, то, как я написал, считается как С. Какой вопрос, такой ответ. Да. Тунис, 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 Тунис. Понимаешь? Тунис, Тунис. Тунис, Тунисс, Тунисс. А, нет. Мне вообще не совсем этого там нет. То есть я один раз дошел до правильного ответа, нужно два заблудить, да? Ну они продублируют. Просто умножить на два, мешало? Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Стоп. Тунис, Тунисс. Тунис, Тунисс. Тунисс, Тунисс, Тунисс. Тунисс, Тунисс. Заимствованных слов, в которых все гласные одинаковы. Привет. Тунисс. Тунисс, Тунисс. Ну да, речь об этом. А как его обозвать? Иным заимствованным словам? Саркофагом разные. Катафалк? Да, наверное. Заимствованное, да. Все классные? Да. Десять, девять, десять, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Стоп. Интересно, давайте. Это за компанией. Можно, конечно, заниматься скопидомством, собирать богатство, собирать вещи. Но в данный момент наступит время, когда вещи вам уже не понадобятся и багаж вам будет не нужен. Багажного отсека нет в катафалке. На вопрос номер четырнадцать. Острослогов утверждает, что Винетух не хотел жениться. Но мысль об Иксе сводила его с ума. Назовите Икс. Икс. А что там сейчас? Да, сколько этому Баяну можно это... Четырнадцатый вопрос. Я ковна на адзе. Я вот Баяна, где он сказал? Бе Баяна. Дима, не ходил бы ты? Да. Вообще. Да. Винетух, это кабака, свиньи. Это ведь? Похоже. Многие отвечают в штуку. Да. Имя женское у него. Корректатуру видел. Винни-Пух со степенея. Сидят, носит пьянки, бутылки и скелетки. Хорошо посидели. Жаль, что Питачок пораду ушел. Четыре. Три. Но. Еще что еще? Не все ответили. Нет? Нет? Еще, все. Слушаю. А, все, понял. Вопросишь. А, все, у меня он за разом зашел. Как только сводилась у мамы с помидором месяц. У меня вопросы на оккупанские. В утро Сандерфорта трижды ударяло молния. В четвертый раз пострадало оно. Назовите его. А не дерево, под которое он спрятался. У меня никто не записал. У меня никто не записал точно. Я его персонал. А тут. А тут. Зеркало. Да я не думаю, что он прям такой знаменитый-то, что... Может это нарицательное? Как это? Зеркало. Ну... Зеркало вполне может быть металлическим. А откуда на улице зеркало? С собой. Морюкей держал. Нож жахнуло в зеркало. Что надумали? Вариант. Вариант. Сандерфорта молния ударяло трижды. Третий раз оказался смертельным. А четвертый раз пострадало. Назовите. Вопрос. Один из региональных директоров Google пишет, что компания не вложила ни цента в телевизионную и другую подобную рекламу. А стало известно в основном благодаря радио. В каком радио? С хрена. С хрена. Совсем просто, да? Да. 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 Органскую рекламу ни в какую не вкладывались. Да. 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 Ну, мы засчитали. Ну, да. А как-то засчитать. Все-таки они их там не были и сказали. Где моя бабочка? Да. Да. Ну, что-то баян. Второй баян не то. Нормально. Нам не нужно. Для кого баян, для кого, может, и нет. Сюда по первой оттуда нам нужно. Вот. Угу. Угу. Мадус, куда чего сказать? Попая Ягу Пул стала известная благодаря самым дешёвым радио, сарафанным радио, в плане вопроса на 18-е. Тринитродол, которым снаряжались снаряды во время Второй мировой войны, вызывает тяжёлое поражение печени. Поэтому женщины, занимавшиеся снаряжением артиллерийских снарядов на британских окружениях, получили прозвище Ньюфаундренды, какое мы заменили словом Ньюфаундренды? Ньюфаундренд это собака-водолаз, который спасатель. Ещё это лоз. Лабрадор. Ещё очень любят правильные вопросы, которые чувствуют что-то плохое. Возможно, бабы. Ну, вот я тоже. Так, трезвенецы. Крановики спасаются кто? Нет, так должно быть с водолазом, с Ньюфаундрендом. Да, заменили Ньюфаундренд. Ну, так должно быть что-то такое похожее. Ну, придумай. О, прадоры ещё. Как полотенский свечи с поражением пейли. Милай. Гарит печи, гепатит? Гепатит, да. Массим Бернарс. Ну да, канарейки. Жёлтые гепатит. Ну, ну, они только будто не холмут. Канарейки. Жёлтые парни. Гепатит. Я чё-то где-то там слышал. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Игровой уже убедительно просит сдавать ответ. Вас слышит в несвернутом виде. Надо трубочку сворачивать пополам складывать. Это очень сильно затрудняет работу. Когда младший будет топорщицей, я всю пачку вышиваю. Кроме ласточек, ваш ответ никто не увидит. Ласточки игровой жуют. Смеяться точно не пройдут. Собаки породы Юфанга получили своё прозвище по острову. Юфанга, я, собственно, породы и пыла. Канарский остров. Да, да. Не важно. Тяжёлое поражение печени обычно проявляется в жёлтом целье кожи. Эти жёлтые пыла называют канарейки. Канарейки. Канарейки.